Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 19 марта и перед ночем, как всегда напомню, сегодня в 19.30 по Москве, в 18.30 по Киеву, Таллину, Риге у нас пройдет вебинар, на котором мы более подробно разберем картину на текущую неделю и посмотрим, какие перспективы нас будут ждать. Ну а сейчас краткий обзор основных инструментов и начинаем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. В пятницу мы смогли уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 9 марта. Следующая цель по снижению находится в области 1.2158. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений пятницы, это уровень 1.2335. Пара британский фунт и американский доллар в пятницу смогла преодолеть минимальное значение, которое было зафиксировано 15 марта, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу снижения. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока пара торгуется ниже отметки 1.3979, максимум, который был зафиксирован в пятницу. Цели по снижению первые – это уйти ниже минимума пятницы, то есть закрепиться ниже уровня 1.3887 и далее двигаться на 3.778. Пара американский доллар-канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Цели роста на текущий момент можем отметить на уровне 1.3187, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях пятницы – это отметка 1.3045. По паре американский доллар и японская иена также тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению – это область 105-104. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели 15-16 марта – это область 106.36. По паре австралийский доллар и американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению ближайшие – это область 7656, а возврат к покупкам будет актуален уже после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, на уровне 7803. Еврофунт – тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область 8776, а возврат к покупкам будет отмечаться после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу – это уровень 88.38. Золото также продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению открываются уже в области 1300 долларов за тройскую унцу, а возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений пятницы. Пятница – это уровень 1321, с последующими целями роста до 1343. По нефти марки Brent также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели – это, во-первых, обновить максимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу, то есть уйти выше отметки 66.46, ну и далее двигаться на 68.40. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений пятницы – это уровень 64.92. По индексу DAX мы переходим в фазу восходящего движения. Ближайшие цели роста у нас находятся на отметке на максимальном значении, которые были 12-13 марта. Это область 12383. Следующая цель – движение на 12697. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока DAX торгуется выше отметки 12335. 13335 – это минимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу, и именно там в рамках часового таймфрейма на текущий момент находится ближайший разворотный уровень. По биткоину сегодня с утра мы уже торгуемся выше максимальные значения, которые были зафиксированы в воскресенье, 18 марта, что в рамках часового таймфрейма нас переводят в фазу восходящего движения с целями роста до 9788 и 11922. Данный сценарий восстановительного движения будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, на отметке 7264. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Иосаков Роман. Всем желаю хорошей торговой недели. И увидимся сегодня на вебинаре, на котором каждый из инструментов мы разберем более подробно. Вебинар проходит на нашем YouTube-канале, поэтому не забывайте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание и до свидания.